Привет всем любителям парфюмерии! Сегодня я хочу рассказать вам о классических ароматах, которые есть в моей коллекции. Классическими они считаются не только потому, что дата их выпуска достаточно давняя, а потому что каждая из них имеет некоторое влияние в парфюмерной истории. Давайте начнем из классики. Классики никого не удивлю, если покажу вам Chanel номер 5. Моя версия в концентрации L'eau, сейчас я расскажу вам, почему мне оказалась именно эта концентрация, а вообще классическая пятерка это аромат 1921 года. К нашему времени он наверняка перетерпел миллион переформулировок, изменились и компоненты этого аромата, их качество, ну и конечно сама формула наверняка поменялась уже много-много раз. Вообще, мне кажется, что все три пятерки, я имею ввиду классическую версию, премьерную пятерку и Chanel номер 5 L'eau, L'eau номер 5, да? Номер 5 L'eau. Они очень узнаваемы. Мне кажется, я из тысячи ароматов узнаю именно пятерку безошибочно. Для меня все три версии отличаются, честно говоря, только концентрациями. В премьерной я чувствую какую-то такую тягучесть, не знаю, амбровую ли, но что-то там еще такое, какое-то, ну есть какая-то, ну не скажу сластинка в понимании гурманском, но что-то там такое тепловато еще присутствует. Классическая и версия L'eau, мне кажется, очень похожи. Но вот, как я говорю, отличаются только концентрацией. Почему у меня казалась версия L'eau, все очень просто, волею случая. Дело в том, что мой муж был в командировке, и он знал, что будучи в Duty Free, нужно купить пятерку. Я у него просила этот аромат. Ну, и будучи перед корнером Chanel, он выбирал из трех ароматов, он не знал, какой точно я хочу, ну и решил на свой вкус выбрать тот, который понравится больше ему. Ну, классическую пятерку он, конечно, сочел слишком бабушкиной. Премьерную как-то он тоже не понял, что-то ему там сильно выстрелило в нос. И версия L'eau ему оказалась, как для его носа, оказалась наиболее приемлемой. Ну, это к тому, как неискушенные носы наших мужей ощущают ароматы. Все-таки мужчины, наверное, любят более что-то легкое, цветочное и воздушное. Вот так у меня появилась версия L'eau. Кстати, я об этом совсем вовсе не жалею. Надевая этот аромат, я вообще не переживаю, что я кого-то задушу, расстрою, и кому-то будет некомфортно находиться со мной рядом. С версией L'eau просто, мне кажется, невозможно переборщить. Ну, давайте теперь о Chanel номер пять. Это альдегиды, это цитрусы, это очень узнаваемый шанелевский цветочный букет. Вот эта вот люксовая классическая база Chanel в этом аромате очень красиво обыграна пудрой и, как я уже сказала, альдегидами. Это аромат... Слушайте, я не буду, наверное, описывать вам ноты Chanel, потому что, наверное, каждый знает Chanel по поводу того, как я решилась вообще на Chanel. Я долгие годы, наверное, как и многие, избегала Chanel номер пять, наверное, это все-таки в связи, не знаю, с юным возрастом, не знаю еще чем. Я его долго не понимала. Мне, да, как и всем, это казалось какой-то старушечный непонятный, несовременный аромат. А потом что-то в один момент просто щелки и переключилось. И, честно говоря, если бы мне муж привез классическую пятерку, премьерную пятерку, я была не менее бы рада. Я просто хотела, желала иметь в своей коллекции Chanel номер пять. Его уникальность в том, что для меня лично, в том, что среди изобилия ароматов, которые у меня есть, разного типа, разного, разного, разной пирамиды, я в моментах, ну, вы знаете, когда есть какое-то торжество, когда хочется быть просто женой, мамой, когда хочется быть женственной, когда вот в моей жизни происходит что-то очень важное, моя рука тянется к Chanel номер пять. В этом для меня его уникальность, его парадокс, его, ну, его классика, да, это классика. Вот тянется рука классики именно к Chanel номер пять. У нас недавно, допустим, вот были Кристины моего сына, и мне тоже хотелось надеть вот что-то такое, знаете, женственное. Мне бы хотелось, чтобы мой сын помнил меня, вот, и ассоциировал меня с ароматом Chanel номер пять. Он олицетворяет женщину, вот знаете, в таком классическом понимании, женщину, которая успешна во всем. Она в семье, в работе, у нее есть какие-то хобби, она чем-то заинтересована, и все у нее так ладно и слаженно, и выглядит она хорошо, и питается она хорошо, и люди ее любят. Вы знаете, ну, вот такая идеальная, идеальная, идеальная женщина для меня. Раньше я не очень хотела производить такое впечатление, но, наверное, после того, как я стала мамой, мне вот как-то так захотелось так благоухать. И, кроме того, версия Лё, конкретно в моей ситуации, подходит, ну, как нельзя лучше. У меня маленький ребенок, мне кажется, если бы я какую-то тяжелую артиллерию на себя наносила, это было бы как минимум некомфортно для меня. Вот такая вот Шанель. Она очень красивая, мне кажется, каждый должен ее попробовать. Кстати, очень интересно, на нее я часто получаю комплименты, но, знаете, это не такие комплименты, «Какой красивый у тебя парфюм!» Люди говорят, от тебя хорошо пахнет. Удивительно, не все понимают, что это парфюм. Им не нравится, что Шанель номер 5 производит именно такое впечатление. Моя мама однажды сказала, от тебя вкусно пахнет пудрочкой. То есть, ну, кажется, что пахнет, не знаю, уходовой косметикой, декоративной косметикой, вот чем-то таким поистину женственным. Мой муж, когда я надеваю этот аромат, он говорит, ну, мне нравится, как у тебя пахнет. То есть, он его ощущает, но он, может, не до конца понимает, что это даже парфюм. Вот как-то он так на меня растворяется, на мне он как-то так растворяется, садится какой-то вот такой вот тонкой-тонкой вуалью. К слову, по поводу стойкости конкретной версии Лё, не знаю, по-моему, она очень стойкая. На одежде держится прям очень-очень долго, на коже тоже. Мне нравится эта концентрация. Не исключено, что когда закончится версия Лё, я себе куплю либо премьерную пятерку, либо классическую. Посмотрим. А может вернусь к этой версии. Давайте дальше. Давайте теперь что-то совсем другое. А совсем другое это опиум от Yves Saint Laurent. Это классический опиум. Выпущен он был впервые в 1977 году, если я не ошибаюсь. В то время опиум... Мне кажется, там была какая-то безумная пирамида. 31 нота, по-моему, там была в этой пирамиде. Конечно, к нашему времени формула изменилась, и многие жалуются, многие любители винтажных версий, те, у кого она была в 80-х годах, я имею в виду винтажная версия, сетуют на то, что аромат перетерпел просто колоссальную урезку. Он изменился, он стал не таким, это вообще не тот совсем опиум. Я не знаю, я не знакома с классической версией, но если классическая версия была тяжелее этой, слушайте, ну это, наверное, какая-то была бомба массового просто истребления, потому что эта версия, по-моему, очень ядреная. Назву ее так. Она очень стойкая, она... Ну, слушайте, тут тоже такой замес неплохой. Тут, конечно, не 30 нот, мне кажется, в пирамиде классической, но она многогранна. Этот перфюм изменяется, он играет, он по-разному садится, он очень капризный, потому уж какая была классическая версия, мне даже представить страшно, скажу я вам. Давайте про опиум. Что я в нем чувствую? Я в нем чувствую, все очень просто, я в нем чувствую индийские благовония, это вот, да, запах индийской лавки, вот эти аромопалочки, 100%. Я здесь чувствую гвоздику, цветок и приправу. Я здесь чувствую... Есть тут одна нота, которая меня просто невероятно в нем завораживает. Я здесь чувствую легкий, ментоловый, мятный, какой-то такой, знаете, эвкалиптовый холодок. Он, кстати, я не могу понять, какая нота дает вот это впечатление, это ощущение, может гвоздика, приправа имеется в виду, вот именно такой, знаете, какой-то, ну, ментоловость, как ментоловые сигареты иногда так пахнут, вот я ощущаю, вот какая-то такая легкая ментоловость. Есть здесь некая, естественно, дымность, и в базе на коже, на одежде нет, появляется легкая сластинка, не гурманская, не ванильная, но что-то сладенькое, вот тонкой-тонкой какой-то сладенькой красной ниточкой что-то этот аромат, через этот аромат проходит. Он для меня является классическим, естественно, потому что, ну, ароматы с нотой гвоздики вообще для меня звучат очень классически, если не сказать старомонно, увы, не могу я отделаться вот от этих впечатлений. Он для меня очень классический, но очень необычный. И если бы я делала вторую часть видео о колдовских ароматах, если вы не видели, могу оставить ссылку, посмотрите. Я бы его, конечно, внесла в этот список, потому что он, да, он колдовской, он необычный, он театральный, он богемный. Он, ну, знаете, такой, такая Хелена Бодемкартер, я актрису такую представляю, какая-то такая, знаете, загадочная мадам, загадочная какая-то актриса, есть в нем какая-то театральность, надрыв, драма, вот это все я в нем 100% чувствую. Мне нравится его наносить, знаете, входить в так называемое вот это вот облачко, да, потому что на одежде он сильно, чувствую сильно гвоздику на одежде, а на коже, да, вот если в маленьком количестве, вот что-то очень потрясающее, вот какой-то опиум, наркотик 100%. Кстати, я очень удивилась, когда впервые на себя нанесла этот аромат, его отметил мой муж, он, ну, крайне редко делает мне комплименты по поводу ароматов, то есть он ощущает на мне запахи, но вот как-то ничто его, ну, редко, редко какой аромат может как-то вызвать в нем какие-то эмоции. Этот аромат ему очень нравится в базе, вот, наверное, вот эта вот сладкая ниточка, вот эта сластинка какая-то, что-то вот это, что-то вот такое вот опиумное, да, его завораживает, и я его ношу, вот сейчас у нас зима, честно сказать, осенью он мне нравился больше. Зимой он становится каким-то колючим, вот он капризный в посадке, вот эта гвоздика иногда, слишком много ее, этой гвоздики, вот именно цветок, вот этот горьковатый появляется, а осенью он прям благоухал чем-то, чем-то невероятным. Очень красивый аромат, долго я тоже, я его долго не понимала, честно говоря, у меня вот тридцатка, да, и мне, мне кажется, очень надолго хватит, на две жизни, честное слово, он очень стойкий для меня, я не знаю, не представляю, какая была классическая версия. Я его долго не понимала, но потом вот что-то меня зацепило, мне очень нравится, как пахнут индийские благовония, и я уловила эту нотку, как-то у меня она в магазине пробилась с-под гвоздики, я уловила эту нотку, и она меня, конечно, совершенно очаровала. А когда появился холодок, это просто, это какая-то любовь, честно вам скажу. Классный, 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 советую попробовать всем и каждому. Давайте дальше. Долго я думала, какой будет третий аромат в этой подборке, расскажу сегодня про три аромата. У меня есть несколько ароматов, которые по дате выпуска старше, и даже опиума, но мне захотелось рассказать про какой-то очень классический парфюмерный дом. И расскажу я вам про аромат Герлен, это аромат от Герлен, аромат 1974 года, созданный Жан Полом Герленом. Здесь все прекрасно написано и расписано, если кто вдруг забудет, либо не знает. Слушайте, чем примечателен этот парфюм? Этот парфюм примечателен для меня, в первую очередь, конечно, мне нравится его аромат, но он примечателен вот этим вот просто каким-то невероятным флакончиком. Это произведение искусства. Флакончик Герлен, это первый флакон Герлен. Он был сделан, по-моему, в 1863 году, если я не ошибаюсь, для аромата Империаль, колонн Империаль. Это был аромат, сделанный для Имперского двора, для династии Бонапартов, по-моему, для жены Наполеона III, если я не ошибаюсь. И был это аромат Имперской знати, да? И вот он был помещен именно в этом классическом флакончике Герлен. Еще про флакончик, это вообще очень интересная история, вы можете почитать на интернете. Недавно вышла книжка, по-моему, о флаконах Герлен, она на французском языке, конечно, ее еще не перевели на английский и русский, если я не ошибаюсь. Но какие-то отрывки из этой книжки уже появились в интернете. И вообще история потрясающая, вот именно как изменялись флаконы Герлен, кто их создавал, это очень интересно. Конкретно этот флакон был создан, как я уже говорила, для династии Наполеонов. Естественно, его украшает, вот главный символ Наполеона, это наполеоновские пчелки. Легенда гласит, что на флаконе их 69, на флаконе 100 миллилитров, я не знаю, никуда не считала. Нужно будет как-то посчитать, прям неинтересно, действительно, столько ли их. Но и верх флакона украшен, некоторые называют это пчелиными сотами. На самом деле, так была украшена, по-моему, вандамская колонна на Вандамской площади в Париже, если я не ошибаюсь. Она тоже была построена в честь победы Наполеона. И вот верх этой колонны был оформлен так же, как флакон Герлен Империаль. Потом в этот флакон начали разливать другие парфюмы Герлен. Мне кажется, большинство из них представлены вот именно в этих классических флаконах. Да, это что касается флакона. Что касается аромата и почему я не хотела из какой-то классический аромат Герлен в свою коллекцию. Не обязательно в классическом флаконе, но если бы он был в классическом, я была бы рада. Вот потому я из этих ароматов что-то там для себя выбирала. Это Империаль, ну это классический одеколон, в общем-то, и как-то он меня не зацепил. А вот Элда Герлен, он прекрасен. Это лимонная цедра. На старте он пахнет, знаете, как лимонный мармелад. Но нет там сластинки, просто запах лимона в чем-то таком колком, белом, сладком. Но сластинки в этом аромате совсем нету. Потом он становится... Слушайте, помните, это колонская вода все-таки. От нее не надо ожидать какого-то неимоверного раскрытия, игры нот, правильно? И невероятных каких-то чудес. Кстати, тут на пульверизаторе тоже вот такой вот символ Герлен. Очень красиво все уформлено. Потом этот аромат превращается вот что-то в такое зеленое. Может не роли, может что-то в этом ключе. А потом становится запахом мыла. Но какого-то такого, знаете, мыла... У меня этот аромат, это просто для меня какая-то машина времени. Он возвращает меня в мое детство. Совершенно точно что-то похожее было у моего дедушки. Вот эта база мыльно-одеколонистая, чистая, хрустящая, холодная. Вот она меня уносит в какие-то такие воспоминания из моего детства. Я вообще очень люблю ароматы машины времени. Всегда в парфюмах ищу, ищу вот чего-то такого родного, чтобы как-то схватить в памяти за хвост вот эти вот воспоминания из детства. Потом он становится мыльным. И ценный день я его чувствую вот таким вот одеколонистым мылом на коже. Но мыло это, и одеколон это не мужской. Вот знаете, какая-то такая универсальная чистота. Подойдет как мужчинам, так и женщинам. Зимой, мне кажется, это бесполезно им пользоваться. Я его не так давно купила, и сейчас зима. Я его поставила на свою парфюмерную полочку, пока не трогаю. Просто так наслаждаюсь из флакончика. Либо наношу как-то утром после душа. Он меня очень бодрит и освежает. Собственно, так как должен делать одеколон, вот для того они, по сути, были созданы. Но летом, мне кажется, он заиграет какими-то невероятными красками. Вот хочется иногда летом, знаете, облачиться во что-то белое, льняное, невесомое. И на жару нанести на себя что-то легкое, необязывающее, отрезвяющее. Знаете, он как глоток мохито, этот аромат. Очень красивый, очень классический, очень значимый. Это аромат 1974 года, вы можете себе представить. То есть это звучание, которое вы не встретите ни в одном, мне кажется, современном люксовом аромате. Есть и в нише тоже. В нише тоже это, это вот какая-то такая, опять же, узнаваемая, узнаваемая база гирлендовских колоний. Вот есть в них какая-то такая, знаете, чистота, водянистость, какая-то такая бодрящая нотка, что-то в них присутствует. Очень красивый аромат, присмотритесь к линейке гирлендовских колоний, если вы ищете для себя вот что такое на лето, легкое, но тем не менее ощутимо в течение целого дня. Если хватит вас на империаль, жму руку, меня как-то пока нет, пока не очень мне он нравится. А это очень и очень применимый в реалиях 2020 уже, да, скоро будет года аромат. Наверное, все на сегодня. Это было три аромата классических из моей коллекции. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте как там лайки, пальцы вверх, будет очень приятно, если кому-то это видео понравится и вы его оцените по достоинству. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok